Здравствуйте, дорогие зрители канала Клагемауэр ТФО. Бывший президент США Никсон однажды сказал, НАТО – это единственная международная организация, которая функционирует. Во-первых, потому что это военная организация, во-вторых, ей руководит США. Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе всегда является американский генерал. Генеральный секретарь, который, в свою очередь, всегда является европейцем, работает только с общественностью. Основная идея НАТО состоит в том, что если только одно из государств-членов НАТО подвергается нападению, то все страны НАТО вступают в войну. Террористические удары 11 сентября 2001 года впервые привели к подобному случаю альянс странов НАТО, так как США заявили, что на них напали. Поэтому и другие страны-члены НАТО, такие как Германия, Франция, Бельгия, Норвегия, Италия, с 2001 года находятся в войне с международным терроризмом. Давайте зададимся вопросом, кому выгодна война с призрачным международным терроризмом, если уже в 2001 году, в год произошедшей в США трагедии с башнями-близнецами, люди заговорили об американцах как об истинных виновниках трагедий? Не было ли причиной падения башен желание США затянуть страны-члены НАТО в нескончаемую, экономически и стратегически выгодную США войну с так называемым международным терроризмом? Дорогие зрители, размышляйте над подобными вопросами, ведь ответы на них могут кардинально изменить ваше мировоззрение о картине мира. Всего доброго и до встречи!